Когда ребенок идет в первый класс, он должен в первую очередь быть хорошо подкован лексически. То есть ребенок должен знать очень много всего и обо всем. К семи годам ребенок должен использовать правильные, развернутые предложения, уметь их составлять, уметь отвечать на вопросы. Уже должно сложиться его понимание об окружающем мире. Он должен уметь составить связный рассказ. Пусть он будет небольшой, но он должен иметь смысл. В ребенка должно быть сформировано базовое понимание речи и умение передать свою мысль. Потому что в первый год обучения для ребенка это будет наиважнейшей формой общения, взаимодействия как с педагогами, так и со сверстниками. И если он умеет в достаточной мере передать свою мысль и понять мысль другого, это действительно облегчит его образование и обучение. Многие родители отдают большое предпочтение чтению, письму, счету и так далее. Безусловно, это важные элементы. Но если у ребенка не сформированы базовые, основные возможности, умения речи, то, конечно, все остальное однозначно будет не в лучшем свете. Гораздо важнее наполнить голову лексикой. Есть педагоги, которые только сами хотят учить ребенка читать, потому что есть определенная специфика и не все родители с этим справляются. Переучивать потом приходится труднее. И еще такой важный момент. Ребенок должен быть физически развит. То есть, чем лучше он разве физически, общая моторика и мелкая моторика должны быть. По силам родителям научить ребенка вырезать ножницами, лепить из пластилина. То есть, чтобы мышцы были сильными. Все остальное автоматически очень быстро догоняется и прикладывается. Я думаю, что здесь нужно как можно больше обращать внимание в начале, когда у ребенка складывается первая сигнальная система, это чувственная система. Это система, когда ребенок может увидеть небо и восхищаться им, когда он может потрогать холодное и отреагировать ой, да, или теплое. То есть, вот эти вот тактильные ощущения дают богатый-богатый образ. Для того, чтобы ребенок перешел во вторую сигнальную систему, в понятийную систему, она немножечко виртуальная. Ему нужно хорошо закрепиться в сенсорике. Ему нужно как можно больше иметь различных чувств и ощущений, впечатлений, ассоциаций. И тогда понятийная речь, она уже будет складываться на хорошем, таком твердом фундаменте. Будущий школьник должен уметь не только правильно выражать свои мысли, уметь поддержать диалог, должен иметь представление об окружающем мире. У него должны быть сформированы математические представления. И он должен и психологически быть готов к переходу к школьной жизни.